На балалайке исполняют и классику, и русский народ. И, естественно, виртуозы балалайшники пишут и современную музыку. Константин также играет на домбре и гитаре. По словам преподавателя, балалайка – инструмент скорее мужской. Он отличается тем, что играют на нём исключительно пальцами, без медиатора и прочих приспособлений, отчего пальцы грубеют, а иногда стираются до крови. Балалайка вообще считается струнно-щипковым инструментом, но единственный инструмент, где применяются удары, потому что основным приёмом на балалайке является бряцание, когда одним пальцем по всем струнам. Чем старше инструмент, тем ценнее на нём играть. Балалайке Константина Махарта 34 года. Она остаётся бессменной на протяжении всего творческого пути музыканта. Этот инструмент у меня единственный. Мне его купили, когда я поступил в музыкальное училище. Мастер был такой известный в Подмосковье, в Нахабино, Емельянов. Много мастеров, хороших, очень хорошие балалайки. Когда прикипишь к одному инструменту, он тебе родной. Чтобы играть на профессиональном уровне, нужны годы обучения и кропотливой работы, непрерывные выступления. Виртуозы отдают всю свою жизнь творчеству и исконно русскому инструменту, в звуках которого, как многие считают, живёт народная душа. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.